На предварительный этап Кубка страны Казанский Зенит прибыл далеко не в полном составе. Ряд ключевых игроков в Кемерово не приехали из-за занятости в своих национальных сборных. Зато активное участие в предматчевой разминке принял олимпийский чемпион Александр Волков, который после игры в Лондоне из-за травмы полностью пропустил прошлый сезон. Состояние, честно, не очень. Боремся, все равно колено опухает. Второй заболел. Ничего хорошего, но пытаемся как-то входить в ритм. В этот вечер на площадке Волков все же появился. Что касается Кузбасса, наставник команды Эрик Нгапет решил обойтись без сюрпризов и победный состав не поменял. Зато произошли изменения в рядах талисманов Кемеровского клуба. Отныне вместе со зрителями команду поддерживает кузбасский Йети, который уже успел освоиться на площадке спорткомплекса «Арена». Йети – это большой человек, который имеет большую ногу, большую руку. Я думаю, что волейболисты, если бы их ходить, если бы были более волосатые, наверное, были бы похожи на Йети. Поэтому я думаю, что как раз Йети – это то, что подходит для символики волейбольного клуба. С первых минут матча волейболисты обоих команд продемонстрировали решительный настрой на победу. Исход партии решился только ближе к их завершению. В первых двух сетах сильнее оказался «Зенит». Но кузбасс сумел возродить интригу, одолев соперника в третьем игровом отрезке. Болельщики на трибунах находились на продолжении волейбольного вечера. Но четвертая партия стала заключительной. В итоге казанский клуб одержал победу со счетом 3-1. Интересный матч для этапа кубка. Я думаю, что и зрители порадовали, и у тренеров есть, скажем так, мысли для работы дальнейшей. Поэтому очень доволен. Плюс еще победа. Все-таки команда топовая, и «Зенит», и «Дома». Конечно, хочется порадовать и болельщиков, и себя. И я думаю, многие мячи были проиграны только чисто из-за этого. Из-за большого желания победить. Сегодня у команды Эрика Нгапета на турнире выходной день. И уже 14 и 15 сентября Кузбасс продолжит борьбу на предварительном этапе Кубка России матчами против Пермского Прикамья и Югры Самотлор из Нижневартовска. Телеканал «Мой город» покажет эти встречи в прямом эфире и на сайте мойгород.тв. Евгения Дугаева, Аркадий Кемеев, Татьяна Савельева, Константин Червяков. Новости моего города.